Ну окей, это все замечательно, давайте попробуем понять, почему же вообще в экономике это такая важная штука. Ну, во-первых, если вы немножко, не знаю, читаете какие-то публикации, там, не знаю, может быть, иконы, если еще какие-нибудь журналы смотрите, ну, какие-то, что-то связано с экономикой, то очень часто вы увидите то, что что-то берут в логарифмах. И если не знаешь, что такое логарифм, то может показаться, что это, ну, зачем вообще так делать, это какое-то супер большое усложнение какого-то простого графика, то на самом деле нет, это наоборот упрощение. Почему? Потому что мы уже только что с вами поняли, что логарифмы умеют выбивать степень. То есть представьте себе, у вас есть какая-то функция, которая растет там с постоянным там темпом. У вас будет получаться, ну, скажем, постоянно растет на 2% в год. Тогда у вас через n лет, предположим, вы начали соединиться, тогда у вас через n лет, через n лет у вас будет 1.02 в степени n. Это экспоненты. И на самом деле сенсовать две экспоненты, то не очень понятна разница между ними, да, то есть, ну, не знаю, нарисую такую экспоненту, нарисую какую-нибудь вот такую экспоненту. Ну, и что это значит? Мне очень, как бы, нельзя сразу быстро на глаз понимать, какая экспонента там больше, чем другая, какая растет быстрее и так далее. Но ответ на это — это логарифм. Потому что логарифм, он убьет эту степень и превратит вот эту вот экспоненту, превратит ее просто в прямую. Потому что если мы нарисуем одну переменную в виде логарифмов, то как раз вот это вот, например, если у нас опять же вот этот пример, x1.002 в степени n. Если мы возьмем логарифм, ну, например, давайте пока не будем думать, по какому основанию, как раз дальше вам расскажу про такое самое типичное основание, это как раз есть буква y. Ну, давайте, не знаю, мы возьмем по двойке. Ну, что получится? У нас получается, что x съедет вниз, у нас получается будет x умножить на логарифм от 1,02 по основанию двойка. То есть получается, что вот этот вот логарифм — это просто какая-то константа умножить на x, то есть просто какая-то прямая. При этом, что замечательно, то что угол наклона этой прямой, он как раз и отражает скорость роста. И это очень удобно, потому что можно видеть, например, вот такая вот картинка. Это ВВП США, взятые логарифмах с 1870 года по 2008. И что потрясающе, да, то что, ну, это кажется удивительным, то что такая вроде бы, казалось бы, есть такое слово волатильность, да, волатильность — это про то, как что-то сильно колебается. Вот казалось бы, что такая волатильная вещь, как ВВП США, если мы просто посмотрим какой-то довольно-таки долгосрочный период и возьмем логарифм, то это будет просто какая-то прямая, то есть у нее будет какой-то постоянный, будет какая-то постоянная скорость роста. То есть в долгосрочном периоде — это штука, которая не особо сильно-то и меняется, да. То есть вот видно вот эти вот маленькие колебания. И на самом деле, если пристально присмотреться, то одно колебание — это Великая Депрессия, второе колебание — это период после Второй Мировой войны. Да, ну даже такие, казалось бы, супер большие вещи, да, там… Ну, если вы не знаете, там, Великая Депрессия — это там та вещь, которая потрясла всю Америку, это там куча написанных про это статьи, то есть это то, что для них там одно из самых главных экономических событий, которые вообще произошли, которые вообще, в принципе, Великая Депрессия поменяла всю экономику, потому что изначально люди думали, было там такое классическое представление о том, что все рынки хороши, то, что все цены придут туда, где мы хотим, то есть все построится, все будет замечательно, а бац, оказалась Великая Депрессия, и без какой-либо причины многих людей стали увольнять, то есть нельзя сказать, что там, не знаю, вот у нас была плохая погода, поэтому мы уволили всех людей, которые там работают в огороде, да, то есть не было никакой объективной причины, просто вот почему-то все повалилось, да, то есть не имею в виду объективной причины, в смысле причины связаны не с экономикой, а причины связаны там с какими-то, там, не знаю, у нас почему-то стали хуже технологии, или там у нас почему-то оказались ужасные природные условия, то есть такой причины не было, Но при этом была ужасающая рецессия, людей увольняли, все было очень плохо. И вот такой очень фундаментальный, очень живой, очень чувствительный до многих моментов, это график, это просто какое-то маленькое абсолютно изменение, которое, ну, оно, конечно, заметно, но тоже ничего сверхъестественного тут не видно. Да, ну и так же, как в период после Второй мировой войны, тоже оказалось бы такой маленький спляск. Ну, соответственно, опять же, зачем нужна эта гарифма, чтобы превращать экспоненты в прямые. И потом дальше уже на прямых можно легко видеть, например, можно там, не знаю, пытаться понять то, что, так, если пристально присмотреться, то может показаться то, что изначально у нас все-таки угол наклона прямой был немножко побольше, чем дальше. То есть все-таки у нас вот этот вот темп прост, ну, как-то немножко замедляется, да, и как бы вот посмотрев такой график, мы сразу это можем сказать моментально. Посмотрев на экспоненту, нам надо было бы очень внимательно на нее смотреть, чтобы прийти к такому же выводу. Ну, давайте просто ради интереса такой же график сделаем для России. Тут намного ситуация, скажем, не так стабильна. То есть тут есть вот эта вот красная дыра, красная дыра – это революция. Есть вторая дыра, это тоже еще одна революция. Ну, собственно, видно, как сильно, как революцию, скажем, как сильно они отбрасывают назад экономическое развитие. То есть такие вот гигантские дыры, после которых все очень долго устанавливается. Но при этом, например, да, видно там в Советском Союзе там с 20-х годов, довольно-таки, там, с 20-х, наверное, там, скажем, до плюс-минус 60-х, да, там, даже несмотря на нападение там, да, во время Второй мировой войны, все росло очень быстро, очень быстрый темп. Быстрый темп, при этом, всего лишь навсегда, если, опять же, вот про вот это вот падение забыть, и вот соединить, попытаться подсоединить прямой вот такую, то есть можно прийти примерно такую прямую. То есть вот эти вот быстрые темпы, они фактически просто скомпенсировали вот это вот падение, которое было из-за революции. Да, ну, еще второе использование алгоритмов, это уже больше для решения каких-то задач, это просто то, что очень удобно работать с суммой и очень неудобно работать с произведением, потому что сумма, она разбивается на отдельные кусочки, а произведение, ну, то есть у вас в произведении есть какая-то взаимосвязь, то есть, например, когда у вас там, не знаю, приложим, у вас было 2 умножить на 2, и теперь вы вторую двойку поменяли на тройку. То, какой эффект это даст, зависит от того, чем было, чем был первичный. Ну, то есть, например, что я имею в виду, например, 0 умножить на 2 – это 0, 0 умножить на 3 – это 0. То есть от того, чтобы поменяли двойку на тройку, это вам ничего не дало, потому что первая штука – это 0. То есть, например, если, скажем, это было бы 10 умножить на 2, потом стало 10 умножить на 3, то это изменение двойки стройку дало вам увеличение на 10. То есть, как бы ваше увеличение одного члена, эффект от увеличения одного члена зависит от другого члена. Обычно, когда мы что-то максимизируем, обычно это не очень удобно, и поэтому алгоритмы — это такой способ избавляться от произведений и превращать их в сумму, чтобы отдельно видеть эффект одной перемены, отдельно видеть эффект другой перемены. Но, честно говоря, вам таким приемом, мне кажется, пользоваться не придется, потому что все задачи, которые вы будете решать максимизационно, они, конечно же, делаются без этого. Но просто, опять же, это частый пример использования этого, когда вы придете в университет, будете с этим не раз сталкиваться. Ну, давайте еще обсудим, что это за загадочная буква «Е». Мне кажется, что хороший способ думать про это — это просто какая-то константа, да, такая же, как, не знаю, «П» — это там 3,14 что-то там, «Е» — это тоже какая-то константа, там 2,7 тоже что-то там. Мне кажется, хороший способ думать про это — это ровно такая константа, что если мы возьмем функцию «А» в степени «Х», какая-то константа в степени «Х», и возьмем от нее производную, то у нас получится эта же самая функция. И на самом деле такой удивительный факт, что есть только одна функция на свете, которую можно взять производную и получить то же самое в ответ. И это и есть «Е» в степени «Х», то есть это как бы что-то очень-очень важное. Ну, то есть, опять же, «Е» — это такая константа, которую мы возьмем в степени «Х» и возьмем от этого производную, и получим то же самое. В принципе, можно думать про это как в каком-то смысле определение. Другой способ про это думать — это то, что это предел, да, мы там пределы с вами уже обсуждали. Пределы вот такой штуки. Что будет, если мы возьмем 1 плюс 1 делить на «Х» и возведем в степень «Х». Тут какая проблема? Ну, да, понятно, что когда «Х» стремится к бесконечности, 1 плюс 1 делить на «Х» стремится к единице. Но при этом и степень, в которой мы возводим, стремится к бесконечности. То есть у нас получается то, что мы бесконечное количество число единиц, ничего-то, что стремится к единице, умножаем друг с другом. И так получается, можно там, не знаю, посидеть, проверить на калькуляторе, поумножать, то, что эта штука, она идет не к единице, не к бесконечности, она идет к какой-то вот непонятной константе, которую мы тоже так же называем буквой «Е». Ну, опять же, это доказательство, это как бы курс математического анализа. Ну, и доказательство того, что это первое определение, второе определение — это одно и то же. Ну, так получается, да, то, что, например, при x равно 100, вот это вот 1 плюс 1 делить на x в степени x — это примерно 2,7 048. При x равно 1000 — это примерно 2,7 169 и так далее. И чем больше вы будете увеличивать x, тем как бы меньше будет это изменение, то есть эта штука все будет ближе и ближе вот к этой настоящей е, которая там 2, 7, что-то дальше. e равно 2, 7, 1, 8, 2, 8, да, то есть, получается, совпадают первые два знака после запятой, да, там если взять 1000, если там взять, не знаю, 100 тысяч, то будет западать еще там больше знаков после запятой и так далее. Ну, соответственно, часто пишут, вместо того, чтобы писать логарифт по какому-то основанию, пишут просто ln от x. Что это такое? Это такой же обычный логарифт, но по основанию е. Можно сказать, окей, ну вот теперь вообще про это стало очень тяжело думать, потому что как бы и так логарифмой было тяжело, а теперь мы еще пытаемся какую-то непонятную константу, при которой мы даже плохо представляем вообще, как она устроена, пытаемся думать, ну, например, логарифм от двойки, да, вот ln от двойки. Это получается, в какую степень нужно возвести вот это вот страшное число, 2, 7, 1, 8, 2, 8, чтобы получить двойку. Да, как бы, с одной стороны, про это стало думать намного сложнее, но на самом деле в плане формул стало думать, ну, не то, что думать, а стало писать их намного проще, потому что, опять же, у е есть такое прекрасное свойство, то, что производная будет равна самой функции. Поэтому очень много формул из-за этого, которые там связаны с логарифмом, они очень сильно упрощаются. И на самом деле вычисления упрощаются, потому что если бы, если бы мы писали бы там а в степени x, то, когда мы берем производную, там уже получается немножко другая штука, про которую я говорил немножко до этого. Ну, то есть, соответственно, как бы вот это использование E, это такой способ, во-первых, это способ избавиться от того, что мы будем все время говорить, по какой базе мы что-то берем, потому что это лишние слова, и, да, и хотелось бы побыстрее передавать суть. Это во-первых. А во-вторых, это такой способ упростить формулы. Ну, опять же, скорее всего, нам там не придется что-то высчитывать, связанное с E в вашей курсе экономики, но, опять же, полезно не пугаться, там, не знаю, когда вы где-то увидите ln от x, полезно не пугаться, понимать, что это такое, как бы, потому что ничего, честно говоря, ничего сложного тут нет. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, то, что вот эта маленькая лекция про логарифмы E, она будет вам полезна, может быть, даже если не то, что вы прямо сейчас придете, сядете и там откроете сервис по экономике и порадуетесь, что вы применили эти знания. Но надеюсь, что это полезно, во-первых, чтобы перестать этого пугаться, потому что очень много людей, они испытывают какой-то прям страх, то, что там, вот, что такое логарифмы, видят букву E, все, я там, я не буду это трогать. Нет, ничего сложного нету, это можно спокойно трогать, это можно щупать, с этим можно играться. Это бывает даже полезно, да, можно превращать сложные графики в простые, можно какую-то сложную максимизацию тоже немножко упрощать. Ну, в общем, решайте задачи и все будет хорошо.